Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка за прошедшие сутки характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора 313 случаями заболеваний новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, из этих случаев 102 случая заболевших ребятишек. Из 211 взрослых 97% представляют собой непривитые граждане. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационары Республики попадают в основном непривитые граждане в течение заболеваний, которых идет достаточно сложно. Сегодня в стационарах получают лечение 665 пациентов. При состоянии средней тяжести 606 человек, в тяжелом состоянии 53. Из них 52 пациента являются непривитыми. Как не раз отмечала глава Республики Саха-Якутия, оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и поставив задачи, на настоящий момент основные заболевшие – это те граждане, которые либо были непривитыми, либо же не прошли вовремя соответствующую ревакцинацию. На ежедневном контроле остаются такие муниципальные образования, как город Якутск-Кангаласки, Мегенокангаласки, горные районы. Оперативным штабам этих районов поставлена задача о введении ряда ограничительных мер, которые, соответственно, должны приниматься на уровне муниципальных образований. Как вы знаете, вчера было принято решение, по которому с сегодняшнего дня в городе Якутске введен непосредственно режим дистанционного обучения для определенной категории детей. Точно у нас на настоящий момент должны обучаться лишь только ребятишки, которые являются школьниками выпускных классов. Необходимо обратить внимание, что в школах усиливается правило по эпид-сезону, по эпид-требованиям, и, соответственно, устанавливаются правила ношения масок для детей, которые являются школьниками, а именно которые у нас приходят на учебу очно. Первым компонентом у нас привиты на настоящий момент 76% взрослого населения. Нужно обратить внимание, что сложившаяся ситуация в том числе и, в общем-то, дает возможность нам еще раз подумать о необходимости вакцинации как единственного способа, соответственно, разрешения ситуации по собственному здоровью. Уважаемые жители Республики Саха и Якутия, обращаюсь к руководителям учреждений и организаций. Сложившаяся ситуация в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является, прежде всего, уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем, значит, непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% значит коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организацией, в котором учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. Обязательной, соответственно, самоизоляцией, обязательной удаленная работа должна быть у лиц, которые старше 60 лет, которые не вакцинированы. Обязательная, значит, изоляция должна быть у лиц, которые не вакцинированы по причине медицинского отвода, и они имеют хронические заболевания. И необходимо обратить внимание, что в связи с тем, что, соответственно, дети у нас на настоящий момент находятся на режиме дистанционного обучения, в целях в том числе и контроля за детьми и соблюдениями правил, которые есть, рекомендуется работодателям отправлять на удаленную работу прежде всего одного из членов семьи, который, соответственно, в семье, в которых есть школьники, находящиеся на удаленном режиме, которые находятся на дистанционном обучении. Вот те меры, которые принимаются. Ну и, соответственно, по каждому УЛУСу ряд мер принимается. Вчера у нас, безусловно, было одно из высоких показателей по количеству звонков на коллективные центры, соответственно, на колл-центры наших поликлиник. Через некоторое время, кроме поликлиники третьей, все поликлиники сегодня в тестовом режиме будут переходить на номер 122. По нему будут осуществляться, отвечаться на все вопросы в целом по коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, отрабатывались все вызовы, которые поступили вчера. Несмотря на определенного рода сложности, небольшого характера, они все обработаны сегодня за ночь. И с сегодняшнего дня наши поликлиники переходят на круглосуточный режим работы.